Привет, это программа по гостям и сегодняшнюю нашу переделку мы начинаем в этом уютном подъезде микрорайона Васильки. Сегодня программа по гостям выступает в качестве скорой романтической помощи. Нас позвал молодой человек по имени Денис для того, чтобы мы сделали сюрприз для его девушки Ксении, украсили, обуютили их общую комнату. А это как раз по нашей части. Пойдемте. Герой сегодняшней программы молодая пара Денис Ерофеев и Ксения Курдюкова. Свободное время они любят проводить в своей гостиной комнате. Однако Ксения считает, что в ней не хватает уюта и гармонии. Денис решил взять все в свои руки и сделать сюрприз для своей девушки, а именно изменить их гостиную комнату. Такую важную задачу он доверил нам, а мы с радостью поможем. Денис, зачем вы нас позвали? Ну, я хотел сделать подарок своей девушке и решил обратиться за помощью к вам. Вот я решил вас позвать, чтобы украсили наш дом, так сказать, чтобы сделать ей сюрприз и приятно, потому что она давно об этом хотела. Что этой комнате, по-вашему, не хватает? Не совсем, она подходит, шторы ей не нравятся. И надо, чтобы все было гармонично. Вот у нее самая главная вещь, одна это гармония, чтобы было тепло и уютно дома. Она высказывала какие-то пожелания о том, как здесь все должно быть, чтобы она поменяла еще? Нет, нет, должен быть именно просто сюрприз. Ксюша у нас сейчас где? Она ушла на ногти. Какой хороший день у Ксюши, да? Да, потом будет гулять. Потом сюрприз, замечательно. А теперь буду вынуждена вас выгнать, чтобы вы тоже на нокаточке или куда вы там пойдете. Могу. Да? Все, договорились. Давайте познакомимся с дизайнером сегодняшней программы. Преобразить гостиную комнату нам поможет Светлана Норкина. Она имеет высшее образование в сфере строительства и архитектуры. Любит посещать тематические выставки и проходить обучающие курсы. Это позволяет ей успешно внедрять новинки дизайна в свои проекты, а профессиональная бригада подделки успешно воплощает в жизнь ее идеи. Светлана, вы впервые в нашем таком эксперименте сегодня, да, находитесь? Да. Волнительно. Очень. Не волнуйтесь. Расскажите мне, первое, что мы делаем, это начинаем с окна. Думаю, что да. Поменяем карниз и шторки. И это, мне кажется, уже изменит очень сильно наше помещение. Думаю, что да. Какие у нас еще здесь ошибки? С точки зрения дизайнера, да, что в этой комнате, чего здесь не хватает? Очевидно, не хватает декора, подушки, плед, столик журнальный. Настроения, уюта не хватает, да? То есть нужно, чтобы все было гармонично. Обязательно. Именно такое слово употребляла, по словам Дениса, Ксения, девушка его, которой мы, собственно, сегодня сюрпризы делаем. У нас тут, я так поняла, будет много каких-то дополнительных полок, каких-то креплений, каких-то вот этих всех дел, да? Да, полки будут, будут картины. Тогда я, наверное, отправлю вас это все покупать? Да. Давайте. Девушки, недолго, у нас времени мало, у нас Ксения на нокаточках. Светлана, куда мы отправимся первым делом? Что у нас самое сложное, с чего надо начать? Сначала мы пойдем в отдел текстиля. Возьмем штор и карниз, и дальше уже посмотрим. Так, куда мы еще сегодня отправимся? В декор, в освещение, в мебель и в ковры посмотрим. Ну все, давайте скорее начинать. Так, сразу три штучки берем. Они нам подходят по длине? Нет, надо будет укорачивать. Так, в беруа можно укоротить, мы будем это делать или... Мы постараемся своими силами справиться, то есть сами будем подшивать. Ну давайте попробуем. Надо еще тюль взять. Еще тюль. То есть мы будем сочетать тюль и затемняющие шторы, правильно? На картинке показано, что они темные, а где? С узорами подходит, да? Да, мы подойдем. Мы, получается, будем еще и карниз менять? Да, будем менять карниз. Так, а почему? Потому что старый провис из-за тяжести штор, он был повешен неправильно. А почему именно такое решение? То есть сейчас уже привыкли, просто белый карниз? Потому что потолок натяжной, к потолку ничего не прикрепить. Так, мы хотим одну картину взять или, может быть, несколько? Мы возьмем несколько. Я хочу цветочков добавить. Цветов, цветов, свежести. Будем искать. Куда мы поставим этот столик? Вообще, на постоянку он будет между диваном и кроватью стоять. А когда придут гости, перед диваном. Мы берем три полочки. Мы постараемся их повесить над кроватью. Получается, надо будет что-то сверлить или какие-то провода прикреплять? Нужно вот крепление взять. Просто крепление, просто приделывайте к потолку. Нет, не к потолку, а к стене. К стене. Это вот как на стену светильник. Вот так вот было трясет. Это у нас крепление для светильника, правильно? Да. Такое интересное. Почему именно такие цвета? Чтобы с картиной сочетались. То есть такая геометрия, и это под картину получается? Это под картину, да. Так, на оставшиеся деньги мы прикупили декор. Куда поставим? Я думаю, цветочек мы поставим на столик, а остальное на полочках разместим, над кроватью. Отлично. В принципе, мы закончили. Как думаете, понравится героям? Я очень на это надеюсь. Ну все, тогда пойдемте на кассу. Шкаф – это очень важный элемент квартиры, в котором будут храниться все ваши вещи. А что, если он будет нестандартного размера, и в нем должен быть телевизор? И мы вновь в гостях у Ксении. В прошлой программе она уже согласовала дизайн и материалы, из которых будет выполнен шкаф в ее квартире. Временный шкаф из спальни пока переместился в детскую, где сын Ксении Коля уже устроил из него гараж для своих игрушек. После всех согласований компания направила замерщика на место установки. Мастер рассказал, как будет точно выглядеть шкаф и что будут учитывать во время изготовления. Так я сейчас будем смотреть, еще косяки ровно ли сделаны. Сейчас я уровнем посмотрю. И примерно, если там будет какой-то перепад, я небольшой отступ сделаю, чтобы у вас не было внизу прижата, допустим. Ну а после замеров и уточнения деталей, мастер отправил все данные в компанию, которые были переданы в цех производства. Замеры сделаны, детали изготовлены, а мастера уже приступили к установке этого нестандартного шкафа. Во время сборки установщики еще раз проверяют все размеры. Шкаф крепится прямо к стене, поэтому детали подгоняются. Предварительно перед установкой мастера уже прикрутили крепеж для полок и направляющие для ящиков. После все элементы ставятся на свои места и собираются в единую конструкцию. В данном случае направляющие для дверей купе крепятся на специальную планку, которая уже прикручивается к полу. Каркас собран, устанавливаются фасады ящиков и двери купе. Ну а главный ревизор по шкафам Николай лично проверяет результат. Тут с этой стороны у нас полочки. Видишь? С этой стороны тоже полочки, что ли? С этой стороны полочки, а вот с этой стороны можно в шкаф прятаться. Иди прячься. Я спрячусь вот так. Ты в домике? Я уже не раз говорила, что везде, где бы я ни жила, кухня и шкафы купе всегда от виража. Здесь у нас задача была очень нестандартная. Здесь открытые, распашные шкафы купе и прочие-прочие ребята справились шикарно. Я очень довольна. На самом деле, наверное, не бывает счастливее женщины, чем та, которая может все свое нажитое добро сложить красиво, аккуратно в специально отведенное для этого место. Весь процесс от заказа до полной установки занял у Ксении полтора месяца. Ну что ж, шкаф у Ксении установлен, все предпочтения учтены. Ну а наша съемочная команда вновь отправляется в гости в прекрасную квартиру. С фабрикой Кухонь Вираж самое нестандартное решение воплотятся в жизнь. Вы можете забыть о любых ограничениях, ведь специалисты помогут исполнить ваши желания. Звоните прямо сейчас и закажите мебель вашей мечты. Фабрика Кухонь Вираж, Блюхера 39, торговый центр Мегадом и Герцена 88, торговый центр мебель. О, и с покупочками. Расскажите про покупки, про покупки, про покупки. Про покупки, про покупки, про покупочки мои. О, какие подушки. Это же прямо уют. Да, на диван. О, это на диван. Я думала, это на кровать поменяли. Очень приятное, очень красивое. А с кровати на диван перенесем пока. А шторы у нас какого цвета? Серые. Серые шторы. Часы. Часы. Замечательно. У нас прямо, мне кажется, все такое девочковое. Ну, да? Чтобы девочке угодить. Да, хорошее. Что у нас тут есть еще? Вот такое у нас крепление. Это полочки? Нет, это сюда светильник будем крепить. Для светильника крепление, как интересно. Ну и много, много всяких мелочей. Сам светильник. Сам светильник и так далее. Довольны шопингом? Очень. Все получилось, все хорошо. А уложились в сумму? Уложились. Как-то так, с таким придыханием. Это было сложно? Ужасно сложно. Ну что, приступим? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы поменяли шторы, повесили новый карниз, картину. Повесили над спальной зоной полочки и светильник. Чтобы можно было в спальне расслабиться, почитать. Да, конечно, стало намного уютнее, интереснее. Тут стало комфортнее находиться. Вот честно, вот как представляла, так и получилось. Сейчас сочетаются цвета. Стало уютно, красиво, комфортно. В этот раз на декоративные элементы для гостиной героев мы потратили 15 тысяч 43 рубля. На весь процесс у нас ушел один день. А теперь настал самый волнительный момент. Комнату мы преобразили и пришло время показать результат Денису и Ксении. Ух ты! Блин, это круто. Блин, очень классно. Ой! Наш главный питомец. Да, смотри, кстати, убрали у нас. Да, вот я как раз очень хотела светильник, чтобы читать. Так удобно. Ты, кстати, картину хотела? Да, очень сильно мне нравится как раз. Кстати, теперь все наконец-то сочетается. И такое ощущение, что пространство как бы не... Да. Стало более просторное и лаконичное. Мне нравится. У меня был вначале такой трепет, я все еще не могу отойти. Мне очень понравилось. Я просто... Сначала был шок, я не знала, что сказать. А потом хожу и смотрю, такая детали так цепляю, там подушки, как я хотела. Все детали, которым дизайнер уделил внимания, мне прям цепляют. Мне кажется, мы с ней похожи во вкусе. Ну, все очень хорошо. Прямо мне очень понравилось. Как он сказал, главное, чтобы мне нравилось. Ну да, это же был подарок для нее. Ей понравилось, значит, и мне нравится. Я рад. Возможно, в дальнейшем обои все-таки мы сменим. Вот прям хочется, чтобы дополнить дизайн. Освещение побольше, наверное, люстру тоже поменяем. А так прям это вдохновляет на дальнейшие изменения. Это очень здорово. Мы благодарим Светлану Нуркину за участие в нашем проекте. Если вы хотите стать участником программы, отправьте свою заявку в сообщение в наших социальных сетях. Для этого вам надо снять видеоэкскурсию по комнате, которую хотите преворозить, и рассказать, что именно вас не устраивает в вашем интерьере.